ребята всем привет рад всех приветствовать на своем youtube канале очередное гаражное включение сейчас покажу пробег на машине в общем очередная поездка в город немножко меня вот 20 тысяч пятьсот восемьдесят восемь километров вот только буквально я недавно снимал ролик ответы на вопросы подписчиков в комментариях в общем что произошло по дороге домой когда с асфальта съехал выехал на грунтовку обнаружил такое явление появился какой-то непонятный скрип с правой стороны и что самое интересное пока добирался до дома этот скрип все становился навязчивее и громче и громче я удивился становился заглянул получается под правую сторону переднего колеса потому что скрип был именно с правой стороны передней подвески думал что-то попало нет ничего не попало все чисто приехал домой заехал в гараж за передний бампер вот так вот взялся за передний бампер и коленка стал просто вот так прям качать машин вот так раскачивать и обалдел у меня тут был настолько пронзительный скрип что я просто был в шоке ну мои первые действия что я сделал достаю домкрат ослабил гайки все на колесах достал домкрат вывесил машину колесо снял отсоединил рулевую тягу вот там она стоит он рулевая тяга отсоединил ее и стал полностью за переднюю ступицу вот так крутить ее на шаровых опорах влево вправо скрежет был вообще супер ужасный я вообще просто ужаснулся тут же оперативно сбил верхнюю шаровую стянул пыльник и обнаружил что там смазка есть но она вся внизу пыльника и это просто ничтожно мало а сам палец весь сухой ладно а у меня запасной гайки ступичной не было новой думаю ладно свернул гайку свернул гайку ступичную очень тяжело кстати свернулась гайка ступичная свернул гайку сбил нижнюю шаровую опору скрываю пыльник такая же ситуация ну разумеется у меня новых шаровых опор в запасе не было ехать надо было на следующий день промазал все я смазкой синий все забил собрал обратно все поставил скрипеть разумеется перестал поездил день на душе не спокойно думаю если так с правой стороны сильно скрипела значит соответственно скоро за скрипит и слева потому что машина собрана на заводе вот шаровые опоры как на конвейере ставили они все так скажем с одной корзинки все эти шаровые опоры начал сомневаться ну сами понимаете кто немножко в теме что шаровые опоры конечно это жизнь на дороге это немаловажно за этим нужно следить и что хочу сказать на пи забегая немножко наперед проблема то не в том то что хреновый у нас там сборка качество сборки я сделал вывод что вся проблема то в том что поставщики на конвейер автоваза вот а конкретно поставщики шаровых опор они вся причина то в том неплохие запчасти и шаровые опоры хорошие и ходили не будут долго и качественная не 50000 точно должны были отходить но одно огромное но просто сюда нужно было заложить нормальное количество смазки они вот такой вот мазюку вот это вот с края сделать на получается сейчас покажу шаровые опоры ну разумеется я уже поменял сейчас об этом расскажу отдельно все шаровые у меня стоят все новые вы видите как шаровые опоры стоят на ней то есть корпус вверху палец внизу вниз головой ну разумеется закон физики закон земного притяжения никто не отменял если толком палец не промазан изначально в новой шаровой а просто сбоку мазнуто вы начинаете ездить крутить колесами вертеть разумеется что произойдет с маской особенно летом этот весь литол которым они смазывают палец 1 1 мазюкой маленькой он просто тупо стекает вниз в пыльник в резиновый да ну и все и палец работает на сухую двадцать тысяч километров пробега и у вас шаровый начинает скрипеть и кто виноват качество шаровой нет не качество шары а то что люди не закладывают должным образом смазку и об этой проблеме можно говорить очень много это касается и подшипников полуосей заднего моста также не закладывают должным уровнем у людей на новых машинах на 18 тысяч накрывается подшипники полуосей заднего моста проблемы этой вокруг да около я не понимаю в чем проблема заложить нужное количество смазки шаровые опоры в подшипнике ребятам ему не смешно на двадцать тысяч пятьсот километров вот ладно я понимаю я машину не буду ходить машину тут ни при чем я же человек здравомыслящая понимаю что просто тупо никто не положил сюда не литола ничьи ничего там подобного другой смазки какой-то для шаровых опор ну поэтому она и вышла из строя в общем вот такая вот картина тут сейчас расскажу про пару тонкостей вот конкретно заскрипела вот эта шаровая вот она с правой стороны это я вот то что видите синий смазкой уже было тогда добито вечером в гараже я экстренно делал вот она благодаря смазки как-то еще тут это стал немножко с каким-то усилием ходить а я в общем когда пыльник то снял все это вы было она у меня прямо от своего веса бык и падала начал вот так шатать сейчас на камеру не показать с руки снимаю в общем у нее ход где-то 3-4 миллиметра она болтается вот это шарова и держит держалась она только это более-менее потуже когда вот так пыльник оденешь все благодаря пыльнику она кажется что как будто нормально начинаешь верх не сдергать она болтается вот таким вот образом виде выглядит сейчас шаровые опоры на обновленных нивах вот нижняя такая массивная здесь площадка я думаю вот это вот расстояние это порядка пяти сантиметров такая мощная площадка вот так вот выглядит верхняя шаровая опора угол здесь немножко изменен расположение шаровой за счет вот этого того что вот эта площадка отлита под углом немножко изменен угол угол работы подвески благодаря этому ну модернизирован уже так скажем на старых нивах вот эта площадка она прямая по 1 ну по отношению к корпусу шаровой опоры вот такая вот особенность сверху выглядит таким вот образом а теперь про маленькую хитрость ребят когда купил я новые шаровые все четыре сразу же заменил с обеих сторон а мне потому что я человек очень мнительный мне не понравилось что за скрипела я все-таки решил поменять а по факту можно было конечно забить с маской еще 1015-20 ездить и не морочить себе голову и вам тут снимая это видео но все-таки я человек мнительный я купил все четыре шаровые опоры новый поставил вот цена нижняя до нижние 515 рублей верхние 475 рублей и там еще 4 у меня 4 опора там шкафу коробка лежит я вам достал сейчас просто показать в общем все шаровые опоры поменял сейчас показываю все подробнее и про маленькую хитрость вот нижняя шаровая опора новая верхняя шаровая опора сразу же я промазал все пальцы рулевой трапеции вот там сейчас смогу не смогу показать так немножко уменьшим увеличение вот в общем он видняется вот его тоже промазал рулевой наконечник забил с смазкой на рулевой трапецией вот сейчас покажу со второй стороны блин неудобно конечно так в гараже всего все с руки вот здесь уже новенькая шарова опора вот новенькая шаровая опора вот там тоже рулевой палец уже рулевой наконечник рулевой трапеции я уже тоже есть промазал сразу же забил с маской все стоит новенькая игры вот вся проблема в том что они стоят вот вверх головой смазка стекает если не нужно в малом количестве и пальцы просто тупо высыхает теперь про особенность купил комплект новых шаровых опор а пыльники там все были одного образца что на нижней что на верхней вот получается сколько здесь раз два три витка и вот такой вот широкий буртик идет да вот фишка в том ребят что мне пришлось со старых шаровых опор вот этот пыльник снимать и ставить на новые ну благо пыльник чему сделать машину только в апреле купил он еще ничего не видел ни трещин ничего нет пыльники хорошие пришлось ставить от старых старых опорного объясняю почему сейчас сниму вот это какие были при покупке какие были установлены на новых шаровых в чем вся соль я короче левую сторону разбирал второй раз вот как выглядит на новых обновленных нивах нижние пыльники нижней шаровой опоры обратите внимание здесь по факту всего два витка и под конец сюда под конец вот сюда ближе посадочному посадочной проушине вот здесь плоскость прилегания пыльника видите как фигурно вырезана здесь вот и проточена про . сделал вот если вы поставите вот такие пыльники какие у вас ли полону какие у вас при покупке вот у меня на новых шаровых были в коробке она просто начинает прямо зажевывать его весь этот пыльник прям начинает рвать вот этим вот ребром его слишком сюда вниз придавливать и просто его тупо начинает рвать когда начал колеса крутить я просто обнаружил что у меня пыльник начала тут зажало снизу и начала проворачивать вот здесь вверху в точке крепления хомутом я просто обалдел видите как вот так что учи имейте ввиду что на нижнюю шаровую опору вот этот пыльник когда вы будете покупать новый шаровый в магазине менять вот этот пыльник сразу выкидываете либо ищите шаровые нижние опоры вот с двумя витками с укороченным пыльником видите как он прилегает здесь и ничего нигде не не зажевывает верхней шаровой опоры пыльник тот же самый как и раньше был он не поменялся также вот в три витка пыльник вот так по простому объясню все посадим на медную смазку везде все пробрызгал обслужил все шаровые опоры забил синей смазкой так что сейчас будет все ходить более чем уверен опять самое главное чтоб качество вот этого пыльника не подвело если пыльник подведет то разумеется лопнет это дело про воронеж во время не увидишь разумеется попадет песок вода и также начнет скрипеть я говорю вся проблема наши нашего автоваза в том то что они экономят заводы поставщики экономят нет если честно мне это все конечно давно понятно просто тупо они экономят не закладывая таким образом нужное количество смазки то есть есть реализация продукции долго они не ходят и экономия на смазке если передам мазюкаешь 2-3 миллиграмма с краю на один край какой толку будет какая шаровая будет ходить и потом хайки говорит что у нас машина говно машины там плохо делать да не в машинах дело вот то что я говорю совести нет у поставщиков на конвейер вот этих запчастей но елки-палки нельзя что нормально сюда заложить в палец смазки чтобы он промазался нормально чтобы он работал чтобы свои хотя бы гарантийные два года или 50 тысяч пробега чтобы он ходил и мозги не кочкал вот приходится вот так менять самому скрывать на новых шаровых эти пыльники забивать их смазкой я одеваю еще вот сюда вот так трубу и тихонько вот так расшевеливаю чтобы смазка полностью весь палец промазал вот этот шар полностью промазался взял на себя вот эту пленку маслянистую и потом уже по кругу забивая литольчиком вот этой синей смазкой одевая пыльничек только сразу говорю без фанатизма не нужно пихать сюда безмерно прям до верху этой смазки вас потом при сборке шаровой опоры начнется пыльник сжиматься его просто эту лишнюю смазку начнет либо отсюда давить давить через хомут либо вообще потом со временем пыльник у вас лопнет поэтому везде должна быть своя мера нужно ее заложить в правильном количестве эту смазку вот в общем такие то вот дела день ремонта у меня состоялся на на обеих сторонах я поменялся эти шаровые опоры еще раз повторюсь можно было их не менять можно было забить плотно их литольчиком либо вот как у меня синие смазка одеть пыльник они бы еще ну тысяч десять пятнадцать тире двадцать минут до сорока тысяч они бы проходили но мне не понравился игры палец вот он на сейчас то что я намазал не слышно этот штука а он тогда сухой был вообще я просто обалдел бы всех по вскрывал все полусухие эти купил новые вот начал скрывать когда добивать смазкой кстати удивился вот у покупных в магазине более-менее еще лежал как-то литольчиком были они немножко подзабиты но опять же почему может на один края вот понять не могу на на одном краю она лежит и палец полностью сухой ну чего вы хотите вы взяли новую шаровую в коробке сразу же его так привернули поставили вас мазнуто с одной стороны весь палец сухой ну как он там разработается да конечно никак вроде бы надеясь на то что вот этот пыльник сожмет он будет там подвеска ходит пыльник немножко поддавливает он должен немножко поддавливать смазку чем подавлять когда ее там пять миллиграмм этой смазки там лежит блин она бедная вот тут у тебя размажется по этому тем гармошкам а палец весь сухой работы ну вот как то так ребят в общем такое вот коротенькое видео на 15 минут еще раз подведем итоги в общем я сразу говорю это видео мое личное так скажем носит мы личное мнение личный характер это я поменял другие вы менять не стали скажет что дурак можно было промазать ездить еще тысяч 20 ну ребят у каждого свое меня человек очень мнительный по поводу безопасности я немножко так скажем загнанной то есть если у меня уже заскрипела появились какие-то люфты мне неприятно уже такие я буду думать постоянно об этом в общем я все поменял все стоят новые шаровые опоры с обеих сторон все стоит новенькая ладно ребят пишите свои комментарии свое мнение как бы поступили вы в этой ситуации вообще правильно я сделал что поменял или неправильно в общем всем пока ребята спасибо за просмотры